Глубоко уважаемый Владимир Федорович, глубоко уважаемые президенты, уважаемые коллеги, позвольте выступить в сообщении о возможности хирургического лечения местно распространенных форм рака молочной железы. Говоря о местно распространенном раке, я бы тоже хотел остановиться отдельно на термины. Что понимают под этим термином? Потому что, как ни странно, термин употребляется часто, но иногда мы понимаем под этим совершенно различные стадии заболевания. И вот, прежде всего, это определение, которое, наверное, ближе всего именно к стадийности заболевания. С моей точки зрения, классификацию, которую дает НССН, это последний пересмотр классификации, делит местно распространенный рак молочной железы на две стадии. Он говорит о неоперабельном местно распространенном раке молочной железы, и именно термин неоперабельный, применим к этим стадиям, которые перечислены на слайде. И в американской версии он говорит о операбельном местно распространенном раке молочной железы, Слово «условно» я поставил в кавычках. В оригинальной классификации этого слова нет. Почему я позволил себе поставить слово «условно» именно в кавычках? Потому что с нашей точки зрения, которую мы поддерживаем и которую мы стараемся донести до наших молодых коллег, стадия Т3Н1 – это тоже неоперабельный, условно говоря, рак. Ее можно эту операцию провести, но с точки зрения лечения это не совсем будет верно. Поэтому, когда мы говорим о местно распространенном раке молочной железы, очень важно, с моей точки зрения, донести мысль о том, что он фактически неоперабелен. Не с технической точки зрения. С технической точки зрения хирургически можно выполнить очень широкие хирургические вмешательства, а именно с точки зрения логики лечения больных рака молочной железы. Если мы возьмем данные, которые были опубликованы под редакцией Каприна в 2017 году, то мы видим, что третья стадия заболевания, та самая местно распространенная стадия заболевания, встречается порядка 21,5% от всех случаев рака молочной железы, выявленных в 2016 году. Это очень большая часть наших пациентов. И действительно, от того, насколько правильно мы будем лечить наших пациентов, зависят соответствующие результаты пятилетней выживаемости, которые также представлены на этом слайде. Можно сказать, что первая стадия – это фактически 100% излечение. А та самая третья стадия местно распространенного рака молочной железы – это 72% пятилетней выживаемости при условии адекватного лечения, при условии правильных соблюдений подходов как хирургического лечения, так и подходов системной терапии. Что мы можем подразумевать под лечением, как я уже сказал, условно взятого в кавычки операбельного местного распространенного рака молочной железы? Это, опять-таки, стандарт НССН категории Т3Н1, где подразумевается как возможный вариант – это выполнение хирургического вмешательства с последующей адювантной терапией. И другой подход, сторонники которого мы являемся, это начало, конечно, с предоперационной системной терапией, снижение стадии заболевания и в последующем выполнение того или иного объема хирургического вмешательства с обязательным продолжением системной терапии. Почему мы говорим о том, что первый путь – мастектомия с органосохраняющим или плюсоксиллярная лимфодисекция – это путь, ведущий в никуда? Это больше вопросов, нежели ответов. Очень тяжело себе представить адекватно выполненное хирургическое вмешательство при размере опухоли более 3 см и при достаточно выраженном распространении на региональных лимфатических узлах. Скорее всего, это путь, который, наверное, не стоит обсуждать как таковой, который мы считаем не совсем правильным. Скорее, правильно обсуждать проведение системной терапии, снижение стадии, последующие местное лечение системной терапии. Но все дело в том, что при всей простоте этой схемы схема становится совсем непростой, когда мы попадаем в нормальную обычную клиническую практику. Это самая предоперационная системная терапия – это не всегда ответ на проводимую терапию. Очень часто это отсутствие ответа на проводимую терапию. И здесь мы имеем несколько вариантов развития событий, как применение других схем системной терапии, применение лучевой терапии. И, к сожалению, заканчивается этот путь обычно вот той самой картинкой, которая в правом нижнем углу – индивидуализация лечения. Скорее, мы не знаем, как лечить эту ситуацию, называя красивым словом индивидуализация лечения. Более короткий, более, скажем так, оптимистичный путь, когда есть ответ на терапию с последующим хирургическим вмешательством из последующей одевантной терапии, которая, по нашему мнению, приводит к наилучшим результатам лечения. Ну, раз уж мы заговорили о системной терапии перед хирургическим этапом лечения, то нужно обсудить целенные одевантные терапии, которые представлены на данном слайде. Конечно же, снижение стадии заболевания и перевод неоперабельной формы в операбельную форму является таким маяком для хирургов, который, в общем-то, мы все хотим достичь. Конечно же, снижение стадии – это очень важно. Но, как ни странно, второй пункт оценки лечебного ответа в живом организме, как бы кощунственно он ни звучал, может быть, на самом деле является, наверное, одним из самых интересных с точки зрения перспектив развития онкологии. Насколько мы можем оценить эффективность лечения на сегодняшний день является залогом дальнейшего успеха. Повлияв на результаты лечения до начала хирургии, мы можем опосредованно повлиять на отдаленные результаты лечения, на улучшение показателей общей безрецидивной выживаемости. Ну и, как следствие, уже третий пункт – повышение частоты выполнения органсохраняющих операций. Конечно же, это очень важно. Это важно для наших пациентов, и сохранение молочной железы как органа – это действительно одно из важнейших достижений современной онкологии, в частности, в лечении рака молочной железы. Ну и, конечно же, очень интересный момент – это уменьшение объема вмешательства на лимфатических узлах. Потому что, говоря о хирургии рака молочной железы, мы очень часто упускаем момент, что хирургия самой молочной железы и хирургия на региональных лимфатических узлах – это, по большому счету, разные хирургические вмешательства, которые имеют совершенно разные подходы, и не всегда нужно это объединять в один и тот же термин, с нашей точки зрения. Ну, раз уж мы говорим о двух основных направлениях, то первое – это возможность проведения органсохраняющих операций более чем в 50 случаев после проведенной системной терапии. Это очень хороший результат. Половина женщин с местно распространенным раком молочной железы можно достичь такой точки, когда можно и предложить будет органсохраняющее лечение. И если мы говорим о том, что органсохраняющее лечение возможно, то мы должны прежде всего обсуждать вопрос, а насколько это возможно с точки зрения последующего рецидивирования. Так вот, при сравнении органсохраняющих операций против мастектомии при местно распространенном раке молочной железы после проведенного соответствующего лечения, в общем-то, можно сказать, что мультифокальность – это единственный фактор, который влияет на частоту возникновения рецидива рака молочной железы. И, по сути, органсохраняющие операции допустимо выполнять при местно распространенном раке молочной железы, если в крае резекции отсутствуют опухолевые клетки. Таким образом, органсохраняющая операция – это допустимая опция при местно распространенном раке молочной железы после проведения системной терапии и достижения положительного результата. Частота местного рецидива после органсохраняющих операций у больных подвержится неодевантной химиотерапии, в общем-то, возможно и при мультифокальном, и при мультицентричном росте. Вот на представленном слайде мы видим, что достаточно хорошие цифры демонстрируются, даже когда существует не одна опухоль, а две опухоли, расположенные как мультифокально, так и мультицентрично. Очень важный момент, когда мы говорим о мультидисциплинарном подходе в диагностике и лечении больных раком молочной железы, это вопросы не только патоморфологического исследования, но и вопросы лучевой диагностики. Потому что насколько правильно поставлен диагноз, настолько правильно будет проведено лечение, которое предложит мультидисциплинарная комиссия. Оценка мультицентричности, мультифокальности является одной из основополагающих, особенно при планировании органосохраняющих операций, особенно при оценке эффекта после неодевантной терапии. Еще очень важный момент, когда мы говорим о органосохраняющем лечении больных местно распространенным раком после проведенной системной терапии, это частота краев резекции. Это насколько хирург правильно оценивает визуально край резекции и насколько патоморфолог в последующем оценивает края резекции на удаленном препарате. Потому что от того, как будет сработана эта командная работа, по большому счету зависит, какая частота безрецидивной общей выживаемости будет получена в дальнейшем. Нельзя не сказать о том, что существует в мире, если уж мы говорим об обзоре как таковом, не только неодевантная химиотерапия, но и существует работа по применению радиохимиотерапии при местно распространенном раке как первый этап лечения. Эти работы публиковались достаточно давно, они еще были фактически в конце прошлого века, и на сегодняшний день, в общем-то, может быть, настанет ренессанс радиохимиотерапии в дальнейшем, но пока стандартной терапией остается все-таки системная терапия рака молочной железы и местно распространенной формы перед началом хирургического лечения. Вторая очень важная точка, о которой мы должны говорить при обсуждении лечения больных местно распространенным раком молочной железы, это ответ опухоли на проведенное воздействие. Насколько этот ответ был адекватен, насколько он хорошо достигнут, и чего мы, в принципе, стремимся при проведении неодевантного воздействия. На сегодняшний день у нас проходит перед глазами, буквально за последние пять лет развивается очень интересная картина. Сначала мы получаем различные биологические подтипы, потом мы получаем препараты для лечения различных биологических подтипов, и в конечном итоге мы получаем, что частота полных патоморфологических регрессов у различных биологических подтипов совершенно разная. И изначально опухли, которые считались наиболее агрессивными, HER2-позитивные, трижды негативные опухли, демонстрируют наилучшие результаты частоты полных патоморфологических регрессов. Таким образом, в принципе, реализуется идея онкологов о том, что при достижении полного патоморфологического регресса у этой категории больных мы можем достигнуть наилучших результатов общей безрецидивной выживаемости и говорить об излечении пациентов как таковых. За последние буквально 5-10 лет частота полных патоморфологических регрессов в различных исследованиях, которые демонстрируются, становится все выше и выше. Если там в 2007 году частота полных регрессов была 8%, если мы говорим о всех больных раком молочной железы по данным метаанализов, то через 5 лет мы говорим уже о 30 возможных процентах, если говорить о всех биологических подтипов достижения полных патоморфологических ответов. Конечно же, это происходит за счет того, что в группах более агрессивных, HER2-позитивных, применение таргетной терапии, применение двойной блокады дает наибольшую частоту полных патоморфологических регрессов. Мы говорим о том, что мы начали трижды негативный рак молочной железы лечить неодевантно, и у больных, у которых достигается полный патоморфологический регресс, показатели общей безрецидивной выживаемости, значительно лучше, чем у тех больных, у которых мы не достигаем полных патоморфологических регрессов. И весь этот оптимизм, который мы обсуждаем и источаем на докладах, в общениях между собой, говорит о том, что полный патоморфологический регресс – это та цель, к которой мы с вами должны стремиться. Но исследование, которое сегодня Владимир Федорович уже цитировал, и задавался вопрос по этому исследованию, был опубликован большой метаанализ «Картазар», который демонстрирует сумасшедшие революционные результаты. Но только они революционные, немножко наоборот. У больных, которых достигнут полный патоморфологический регресс, все равно 15-20% погибают от метастазов рака молочной железы. То есть, фактически, мы вылечили пациентку на момент хирургического вмешательства, но в конечном итоге они все равно погибают от метастазов. А весь парадокс в том, что 50% без полного патоморфологического регресса живут, и у них не обнаруживается рецидив за тот же период времени, и у них лучше результаты лечения, чем у тех, которые погибли при полном патоморфологическом регрессе. Опять-таки, мы получаем с вами не точный маркер ответа, а суррогатный маркер ответа. Полный патоморфологический регресс – это лишь суррогатный маркер эффективности лечения. И его достижение не всегда демонстрирует победу над заболеванием как таковы. Тем не менее, нужно сказать, что на сегодняшний день влияние биологического по типу опухоли на соответствующее течение заболевания является наиболее значимым фактором, особенно для больных местно распространенным раком молочной железы. И мы можем на сегодняшний день говорить о том, что в клинической практике использование биологического по типу для оценки эффективности лечения, возможной эффективности лечения – это самый лучший маркер, который мы можем использовать. Другого, по большому счету, у нас нет. И мы можем говорить о том, что у больных с херпозитивным статусом, с трижды негативным достигать лучших результатов полного патоморфологического ответа как по первичному очагу, так и по пораженному лимфатическому злу. Это та цель, к которой, в общем-то, надо и необходимо стремиться, хотя мы должны с вами опять-таки понимать, что это суррогатный маркер, который позволяет лишь ориентироваться на общее течение онкологической болезни, в частности, рака молочной железы. Говоря о биологических подтипах, конечно же, нельзя не сказать о возрасте. На сегодняшний день общепринятая точка зрения о том, что возраст не является каким-то особенным фактором, влияющим на течение заболевания. Но, как ни странно, это не совсем так. При различных биологических подтипах возраст все-таки определяет какие-то вещи, может быть, которые мы еще не можем абсолютно точно описать. Но у молодых женщин, допустим, в возрасте моложе 40 лет, биологический подтип влияет в том числе и на показатели смертности как таковый. И, конечно же, чем более агрессивна опухоль, тем результаты выживаемости у больных с рак-специфической смертностью хуже, чем моложе наши пациенты. Частота местных рецидивов – тоже очень важный фактор, когда мы говорим об аргансохраняющих операциях. Безусловно, общая выживаемость – это основополагающее. Но местные рецидивы, опосредованно как суррогатный маркер, также могут повлиять на общую выживаемость. И нужно отметить, что за последние 20-30 лет тоже произошли очень серьезные изменения. И если конец 80-х, середина 90-х годов, частота местных рецидивов порядка 7%, то на сегодняшний день применение современных подходов, современных подходов в том числе лучевой терапии, в системной терапии, дает нам возможность достичь частоты местных рецидивов порядка 1,4%. Да, наверное, это тоже много, но это значительно меньше, чем было 10, 15, 20 лет назад. Это меняет принципиально подходы в лечении больных, местно распространенных раком молочной железы. Сравнение мастектомии органсохраняющих операций, конечно же, на сегодняшний день при правильной терапии, органсохраняющей терапии рака молочной железы, которые включают и системную терапию, и органсохраняющую операцию, и в обязательном порядке лучевую терапию, все-таки демонстрируют сходные результаты лечения, в том числе и для больных с достаточно неблагоприятной, трижды негативной формой рака молочной железы. С нашей точки зрения можно сказать, что нельзя победить агрессивный подтип опухоли большим объемом хирургического вмешательства. Как бы мы ни стремились, как бы онкологи ни стремились к более радикальному воздействию с точки зрения хирургии, в конечном итоге мы говорим о заболевании, которое, наверное, все-таки носит более системный характер. И возраст пациента и биологический подтип, конечно же, не должны влиять на объем хирургического вмешательства. И риск местного рецидива в первую очередь зависит от частоты краев резекции, а не от возможного объема хирургического вмешательства. Мастектомия, как таковая, не приводит к улучшению отдаленных результатов вне зависимости от возраста и подтипа опухоли. То есть расширение объема хирургического вмешательства само по себе не дает того, чего мы, в общем-то, хотели. А именно подход к заболеванию, местно распространенной форме заболевания рака молочной железы, как уже к системной болезни, и применение соответствующей системной терапии, это шанс повлиять на выживаемость как таковую. Но, тем не менее, когда мы говорим о баргансохраняющих операциях, нужно сказать о том, о чем говорил Владимир Федорович сегодня утром в своей блестящей лекции, о том, что неодевантное воздействие дает нам совершенно различные подходы к тому, что мы имели до начала лечения, и то, что мы будем иметь после начала лечения. И если уж мы говорим на современном этапе о неодевантном воздействии на опухоль как таковой, то мы должны говорить и о диагностике, и о маркировке опухоли до начала неодевантного лечения. Нужно маркировать опухоль таким образом, чтобы после проведенного воздействия было понятно, это лечение эффективно или неэффективно с помощью инструментальных методов диагностики, с помощью визуальной оценки. Поэтому, допустим, в нашем центре принята маркировка с помощью татуажа по визуальным границам опухоли и маркировка с помощью соответствующих рентген-позитивных меток, которые устанавливаются до начала лечения, для того, чтобы была возможность сравнить с тем, что мы имеем в конечном итоге после проведения системного воздействия. Опять-таки я должен вернуться к тому, что уже сегодня демонстрировалось, это то, что лечение больных раком молочной железы именно этой категории – это, конечно же, мультидисциплинарная команда. И не может хирург сам по себе, как это не может лучевой диагноз сам по себе, специалист системной терапии, химиотерапив, сам патоморфолог однозначно отдать ответы на многие вопросы. И то, что патоморфолог должен быть включен в команду однозначно, он принимает участие на всех этапах, как на первичном постановке диагноза, так и при оценке результатов хирургического воздействия. Края резекции на сегодняшний день – это основополагающий момент в лечении, или, вернее, в оценке адекватности, как хирургического воздействия, так и системной терапии. Еще очень важный фактор, когда мы говорим о хирургическом воздействии при диагнозе раком молочной железы, в частности, при местно распространенной форме, это информативность наших пациентов. Очень интересная работа, которую мне помогли найти, работа о возможном объеме хирургического вмешательства, который был проведен. Это работа более тысячи пациентов, более 10 лет набора, когда анализировались различные группы больных. Белое население, мексиканское население и афроамериканское население, которое проходило лечение в университете Майами. И самое интересное зависит от того, что чем более информативные и вовлечены в информационную среду женщины, тем более орган, сохраняющий лечение, они получают. Если мы не разговариваем с нашими пациентами, то им большинству все равно, какое хирургическое вмешательство мы им предложим. И, в общем-то, тогда выполнение мастектомии становится самым простым, малоинформативным. С пациентом не надо разговаривать, надо сказать, что надо сделать мастектомию и на этом закончить. Чем более образованы категории женщин, тем более доктора больше общаются, тем больше частота выполнения орган, сохраняющих операций, потому что в первую очередь нужно донести о том, что это безопасно, а во вторую очередь пациенты должны сами понимать, что эта операция абсолютно адекватна при соответствующей системной терапии. Буквально несколько слайдов о хирургии на регионарных лимфатических узлах. Как я уже сказал в своем сообщении, хирургия молочной железы и хирургия на лимфатических коллекторах – это два разных вида оперативных вмешательства, которые выполняются в ходе одной операции. На сегодняшний день действительно в нашей стране биопсия сигнальных лимфатических узлов – это прерогатива нескольких центров. Биопсия сигнальных лимфоузлов после надюантного воздействия – это прерогатива одного центра, в котором вы сейчас и присутствуете. В нашем центре действительно проводится такая работа, но если мы сослюемся на наших коллег, которые уже этим занимаются давно, то при неодевантной химиотерапии биопсии сигнальных лимфатических узлов возможно, если клинический Н0 был на момент лечения, если клинический Н+, на момент лечения перешло в категорию Н0. В общем-то, эта процедура действительно может существовать. Я не призываю вас ее делать именно сегодня, но то, что будет меняться и хирургия на лимфатических коллекторах при местно распространенных формах рака молочной железы – это тоже, в общем-то, вопрос уже фактически решен. Еще очень важный момент, на котором мне хотелось бы остановиться – это реконструктивная хирургия. Сам по себе диагноз местно распространенного рака молочной железы – это не противопоказание для реконструктивной хирургии как таковой. При проведении соответствующей системной терапии возможно рассмотреть вопрос того или иного хирургического вмешательства, которое будет подразумевать реконструктивный этап одномоментный либо отсроченный реконструктивный этап. И, в принципе, частота послеоперационных осложнений при реконструкции молочной железы несколько выше. И это иногда останавливает. И действительно, самым важным фактором, который влияет на это, остается именно лучевая терапия. Потому что применение лучевой терапии при реконструктивных операциях дает большую частоту послеоперационных осложнений. Наверное, недаром именно поэтому в Сангальне, как сказал Владимир Федорович, говорилось о том, что, в общем-то, желательно проводить реконструктивные все этапы после окончания лучевой терапии, соответствующего временного фактора, и это приведет к меньшей частоте осложнений. Но до сегодняшнего дня лучевая терапия и местно распространенный рак молочной железы не являются противопоказанием для выполнения реконструктивных этапов на том или ином моменте. Если позволить заключение, при местно распространенном раке молочной железы начальным этапом лечения должна быть системная терапия. С нашей точки зрения, это постулат, который мы сегодня декларируем и считаем его обязательным. И на сегодняшний день дальнейшие исследования частоты патоморфологических ответов первичного очага и лимфатических узлов позволят в будущем использовать возможную биопсию сигнальных лимфоузлов в качестве основного метода определения поражения акселярной области. Поэтому куда развиваться мы знаем, как развиваться мы тоже знаем, но, собственно, мы все для этого и делаем. Спасибо за внимание. Вопросы, господа? Да, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вот при местно распространенном раке молочной железы, если мы имеем мультицентричный рост и по результатам биопсии получим два разных стоп-типа опухоли, ну, Т3Н1, предположим, какую тактику бы Вы выбрали, как лечить? При стадии Т3Н1 мы выбрали однозначно системную терапию. Если учитывать, что мы имеем мультицентричный рост опухоли, то мы бы посмотрели на биологический потик и, вероятнее всего, начали бы лечить с системной терапии, которая бы подходила для более агрессивного типа опухоли. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Татьяна Юрьевна. Петр Иванович, спасибо большое за великолепный доклад. Я просто хотел уточнить, на этапе до выполнения неодионной терапии мы выполняем биопсию, мы определяем статус лимфатических узлов, а в послеоперационном периоде, когда мы провели химиотерапию, операцию, нужно ли выполнять иммуногистохимические исследования не только остаточной опухоли, если она есть, ну, место, по крайней мере, там, где была опухоль, но и смотреть статус лимфатических узлов. И как влияет статус лимфатических узлов на дальнейший прогноз данной ситуации? Я, может быть, чуть длинно буду отвечать, потому что вопрос имеет двоякое чтение, мне кажется. Первый момент. Если мы говорим о биопсии сигнальных лимфатических узлов, до начала на эудивантное лечение, с последующей сделали биопсию сигнальных, потом провели системную терапию. На сегодняшний день это все-таки как у нас в центре, так и за рубежом вопрос клинических изысканий. И если такая процедура делается, то в нашем центре делается и акселярная лимфодисекция при окончательном хирургическом воздействии. И здесь исследование, патоморфологическое исследование проводится как первичного очага, так и лимфатических узлов. Иммуногистохимическое исследование лимфатических узлов в нашем центре не проводится, честно вам скажу. Наверное, это очень интересно было бы, но мы не проводим иммуногистохимию. Наши патоморфологи, у нас самые лучшие патоморфологи, честно вам скажу, они проводят патоморфологическое исследование без иммуногистохимии, но лимфатические узлы оцениваются в том числе и как часть патоморфологического ответа. И система РСБ подразумевает этого, и за то, что она у нас есть, это, конечно же, большой плюс и большое вам за это спасибо. Второй момент, вторая часть интерпретации вашего вопроса. Если у пациентки было Н0, у пациентки проведена неодевантная системная терапия, и после этого мы выполнили биопсию сигнальных лимфатических узлов. Вот в мире это уже введено в некоторые стандарты, и здесь патоморфологического исследования сигнальных лимфатических узлов более чем достаточно. И при клиническом ответе Н0 дальнейших хирургических действий и иммуногистохимических исследований не проводится. При выявлении пораженных лимфоузлов проводится полная акселярная лимфодиссекция. И, насколько я знаю, иммуногистохимия не входит в стандарт именно лимфатических узлов. Это тоже было бы, наверное, интересно, но ответ у меня по иммуногистохимии. Первичный очаг исследуется иммуногистохимически как в начале лечения по трепан-биопсии, так и, конечно же, по остаточной опухоли или по тому месту, которое мы считаем остаточным. Можно еще у Анны Сергеевны как раз-таки спросить, насколько целесообразно при послеоперационной лечении, после химиотерапии определять иммуногистохимический статус лимфатических узлов? Почему я спрашиваю? Потому что недавно как раз-таки на АСКО была показана работа, как меняется прогноз, если имеется другой биологический потип в лимфатических узлах опухоли? – Ладно, я поняла вопрос. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Действительно, имеет смысл повторно тестировать гормональный хердвостатус в первичной опухоли после надевантного лечения, потому что он может меняться по разным параметрам, от 9 до 30% может фенотип меняться. Это может влиять на выбор адевантного лечения в индивидуальном порядке. Что же касается тестирования этих же параметров в метастатически измененных лимфатических узлах, то на сегодняшний день действительно это не входит ни в какие стандарты, но это возможно технически, и это может иметь смысл, потому что есть данные о том, что возможно, либо это другой клон опухолевый, метастазируются лимфатические узлы, либо это какой-то патоморфоз в метастатической опухоли, и метастатическая опухоль по своему статусу может отличаться от первичной, но, наверное, это имеет больше смысл для пациентов с диссиминированной болезнью, когда речь идёт о выборе какой-то системной терапии и её коррекции. То есть если у пациентки прогрессия в лимфатических узлах, имеет смысл их тестировать, потому что статус может отличаться как от первичной опухоли, или, так и скажем, от метастазов в других лимфоузлах, если они были раньше исследованы. Либо если у неё появляются метастазы в костях или в головном мозге, имеет смысл, конечно, тестировать гормональный хердвостатус этих метастатических очагов, потому что он может отличаться, и если это прогрессия болезни вот в таком виде, в таком биологическом варианте, то имеет смысл, конечно, основывать выбор терапии на статусе опухоли в настоящий момент на фоне прогрессии. Спасибо. Ну, я думаю, лимфатический вызов в том случае исследуется, если исчез первичный очаг после химиотерапии, его нет просто. А лимфоузлы явно, конечно, это как бы остаточное заболевание и исследуется… Да, если резидуальная болезнь только в лимфоузлах, тогда, конечно, мы исследуем статус опухоли в лимфоузлах. Пётр Иванович, спасибо за интересное сообщение. И вопрос вот такой, вот вы в последних слайдах коснулись реконструктивной хирургии, и какова ваша позиция относительно лучевой терапии, применять её всё-таки лучше в неадюванте или всё-таки в адювантном режиме? Потому что тут возникает такая дилемма, что если всё-таки применять в неадюванте, конечно, лучшие косметические результаты, и хирург обязательно борется за это, но если всё-таки применять и в адювантном режиме, что всё-таки лучше и локальный контроль, какая ваша позиция? Давайте с вами с терминами сначала объединимся. Неадювантное воздействие – это воздействие дохирургического вмешательства. Мы не применяем лучевую терапию дохирургического вмешательства вообще. Это не метод лечения стандарт. Это первое. Второй вопрос. Когда применять адювантную терапию, лучевую, если мы говорим о реконструкции? Этот ответ неоднозначный. Во-первых, мы можем обсуждать с вами одномоментную реконструкцию с выполнением мастектомии, допустим, или квадрантектомии, и соответствующим одномоментной попыткой восстановления молочной железы. Опять-таки, восстановление с помощью двухэтапной методики, когда мы используем экспандер по следующему импланту, или одномоментно с помощью собственных тканей. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что вопрос реконструкции прежде всего должен основываться на таких важных моментах, что хирургическое вмешательство должно быть адекватным, и края резекции должны быть чистыми. Это первый закон, который вы должны выполнить. Второй закон, который вы должны выполнить – все ваши последующие действия, реконструктивные, эстетические, не должны мешать основному плану лечения. И если вы подразумеваете воздействие химиотерапии, лучевой терапии, это никоим образом не должно повлиять на смещение сроков, интенсивности и адекватности воздействия онкологических специализированных. Если вы можете предложить пациентке, или ваш центр владеет методикой реконструктивной хирургии, не влияя на основные онкологические законы, вы можете это делать как до лучевой терапии, так и после лучевой терапии. Если у вас есть какие-то сомнения, неумения, недостаток расходных материалов, то не нужно применять реконструкцию, прежде чем вы не закончили основную программу лечения онкологического пациента. Спасибо. Спасибо. Игорь Михайлович, небольшой комментарий к этому вопросу. А вот у нас, в нашем институте, примерно 70% пациентов как бы направляются из других городов, из других диспансеров, не из Петербурга. Значит, мы по распоряжению Минздрава, мы обязаны брать не менее 60% пациентов из других городов. И значительное число этих пациентов начинает лечение вот в диспансерах с лучевой терапией. Распространенная опухоль, первый этап лечения – лучевая терапия. Ну, как говорится, полный нонсенс. Лучевая терапия перед операцией. Идея, вот что ты это выглядел, идея-то неотевантового лечения не просто уменьшить размеры первичного опухолю, чтобы там прооперировать, а получить информацию, где чувствительна ли вот эта опухоль в принципе к химиотерапии. Ну, и одновременно при проведении этого системного лечения мы получаем снижение стадии. И поэтому-то мы и говорим, что мы, допустим, в институте уже 30 лет проводятся неодевантно, и она даже, вот как бы, это была одна из первых в мире. Вот это исследование рандомизированное, которое вот судья Антон Борчук показал. Вот наша работа опубликована в «Онах онкологии» в 94-м году. Уже там 20 с лишним лет опубликации. Значит, какая идея там? Можно сочетать, допустим, лучевую терапию с химиотерапией. Это другой вопрос. Какая-то типа фруктов. Фрукнофракционная лучевая терапия с химиотерапией. Это другой вопрос. Чтобы получить исчерпывающий эффект. А мы-то к чему стремимся? Начинать неодевантное системное лечение как можно раньше, особенно при трижды негативных и хердопозитивных. Чтобы понять, что, в принципе, эта опухоль чувствительна к такому лечению. И есть смысл продолжать после операции такое же лечение. Один год, а если гормон, то это пять лет. И так дальше. Вот поэтому это как бы вопрос. И почему отказалась ФДА от оценки полного регресса, как основной критерии? То есть она не отказалась. Как раз ФДА-то и отстаивает эту концепцию. Она просто говорит о том, что среди 12 исследований только исследования НОАХ, геодиевантные химитры, тростозолоп, как раз она в основном проходилась в нашем институте исследований, и так прочее. Оно отвечает требованиям проведения неодеванных испытаний, где абсолютное отличие полного грез совпало с высокой выживаемостью. В остальных 11 исследований, в том числе Европа, там Америка, это отличие очень маленькое. Она и говорит, мы не отказываемся, надо проводить такие же исследования. Если и в остальных будет показано, что это соответствует, тогда мы откажемся от пятилетней оценки. А будет оценка по полному морфологическому регрессу. Понимая, что некоторые больные, которым достигнут полный регресс, даже если они не получают никакого там дальше системного лечения, там настолько хороший прогноз, что одна операция излечивает обе группы. Поэтому нет отличий. Или у другой группы были, значит, рецептор позитивной опыли, они получали гормон терапии, которая нивелировала отличия. Или первичная опыль и метастазы имеют разное настроение. Значит, почему, вот, задавали вопрос, почему вот этот пациент, который докладывал метастазы в головной мозге, не оценивалась экспрессия, допустим, метастазы, может, там другие признаки, значит, надо было другое лечение проводить. И так дальше. То есть есть факторы, но, в общем, это как бы надо иметь в виду. Ну, а в целом, я думаю, что сейчас мы вот видим, что в создании обстаром все-таки большинство диспансеров переходит на как бы современный подход. Другой вопрос обеспечения там препаратами, лечением и так дальше, это, конечно, тоже очень. Стоимость лечения. Что надо ставить в вопрос. Вот, как, насколько диспансер в Сибири, допустим, он обеспечен какой-то, а в средней полосе не обеспечен в современном лечении. Это другой вопрос. Продолжение следует...